Участников больше, а мусора меньше. Так прошедший в минувшие выходные вселатвийский субботник в разговоре с нашей службой новостей описала руководитель проекта Вита Яунземе. Сколько тонн мусора собрали, станет известно через неделю. На генеральную уборку Латвии всего вышли 175 тысяч человек. Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Традиции уже 7 лет. Первый большой субботник прошел в сентябре 2008 года, в преддверии 90-летия Латвии. Однако, большой толок организуют не только у нас. Общегосударственные мероприятия по сбору мусора регулярно проходят также в Литве, Эстонии, Финляндии, Словении, Италии, Австралии, Бразилии, Сербии, Коста-Рики и Индии. Как проходил, собственно, сам субботник в репортаже Виктории Терентьевой. Десятки подводных охотников открывают сезон. 15-минутное облачение в гидрокостюм и спортсмены готовы очищать русло реки Лелупе. Жены и дети не теряют времени даром. Собирают мусор вдоль линии берега. В котелке тем временем закипает венгерский суп с говядиной. А три самых успешных ныряльщика получат звание крабового клыка. Под водой много разных предметов, совсем невообразимых. Люди приезжают, выбрасывают. Часто на лед что-то выставляют, потом тает и под водой находятся. А что было самое такое необычное, что нашли? Ну, очень-очень разные предметы там. Кто-то догадается ванну вытащить, чугун и ванну. Колеса, бытовая техника. Все, что лень куда-то вывезти, проще сюда выкинуть. Латвийская федерация подводного спорта очищает водоемы страны весной и осенью. Уже 21 год. Тем временем в полусотне километров от Юрмала кипят отделенительные работы. Сосновый лес приехали и воспитанники Огрского техникума. В субботу воланы посадили 15 тысяч маленьких сосен. Через 100 лет они станут вот такими вот деревьями. Я специально учел количество людей и количество саженцев. Каждой паре нужно было посадить 468 маленьких сосен. Девятилетний Томас работал лучше всех и получил звание самого усердного участника субботника в лесу. Застаем его у костра среди других уставших, но довольных добровольцев. Берешь лопату, вгоняешь ее в землю, берешь сосну и сажаешь ее. Немного ногой нужно притоптать, чтобы воздух к корням не попал.